Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 47. Он имеет много общего с предшествующими двумя псалмами 45 и 46. Если вы хотите узнать, какое именно единство, смотрите наши лекции на портале экзегет.ру. В первую очередь данную группу псалмов объединяет указания на Святую Гору Божию, под которые подразумевается Сион. Сион – это больше, чем столица иудейского государства. Он находится как бы в центре верующего человечества, в духовном центре Земли. Он находится во взаимосвязи с другими народами, со всей Землей. Он утвержден навеки, что делает его существование как бы вне времени. Повествование псалма окутывает атмосферу восторга. Независимость от исторического повода, который вдохновил автора, мы ощущаем нечто большее, чем описание иудейских холмов. Контры Иерусалима с его величавыми стенами и башнями – это не только повод для рассказа грядущему роду, но и предпосылка для эскатологических чаяний нового небесного Иерусалима. После введения, в котором восхваляется великий Бог и его славный город, следует описание избавления города от потенциальной угрозы. Видя Сион, враги смутились, испугались, ушли. Благость Божия, явленная в чуде избавления от врагов, – это повод для данной песни. И призыв к дочерям иудейским сохранять город, чтобы слава Божия была открыта грядущим поколениям. Между стихами 47-го псалма и книгой пророка Исаии есть множество сходств, но это не означает, что данный псалом был буквально написан Исаией. Посмотрим детальнее его стихи. Второй и четвертой стихи. Данный псалом – песнь Сиона. Сион – это гора, на которой расположен город великого царя. Псалмопевец описывает город, каким он есть, его стены и башни. Крепкие башни города – знак того, что Бог его защищает. Бог сам является твердыней, скалой и убежищем. И в то же время город делает крепкой цитаделью Бог, чтобы там можно было найти убежище людям. Сион – это не только красивое, живописное место, прекрасная возвышенность, но и святое место, на котором Бог прославляется. Об этом городе великого царя говорил Иисус Христос. Следовательно, великий царь – это не Давид, а сам Бог. Указание на возвышенность – это, безусловно, гипербола. Город, на котором расположен Иерусалим, конечно, ниже, чем окружающие Иерусалим горы. Однако в эсхатологическом плане Иерусалим играет центральную роль. «Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор», – пишет Исайя, поскольку к ней устремятся все народы, чтобы научиться заповедям Божьим. Незначительный, казалось бы, намек на северную сторону говорит не только о географическом расположении святого города на северной части возвышенности холма Сион, но и указывает на представление древних израильтян о том, что престол верховного царя должен быть расположен где-то на крайнем севере. По Исаии, павший ангел Деница, замышлял в своем сердце, цитирую, «Взойду на небо выше звезд Божьих, вонесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Его горделивые претензии стали причиной падений до ада. Специфика употребляемого здесь термина «цафон» – «север» заключается в том, что таким же понятием обозначался не только географический север, северные по отношению к Израилю ветры, народы и территории, начиная с сирийских гор. Таким же словом, таким же термином «цафон» – «ханании» – обозначали священные для них горы. Такой горой, вполне возможно, был Ермон. «Гора богов, видимо, возвышалась над другими горами. С ее вершины можно было видеть, как под ногами проплывают облака». Если мы посмотрим на книгу Иова, то мы увидим, что гора там буквально ставится выше небес, выше облаков. Если мы представим себе, что мог описывать автор, так это та реальность, при которой, поднимаясь на вершину, выше некоторых облаков, действительно автор созерцает гору выше облаков. Итак, «могущественные народы севера не смогли одолеть Израиля. Ваал и другие боги им не помогли, победил Господь». Итак, гора Малая, Сион, стала горой Божией, горой Великой. Господь победил Ваала, и гора, которая ассоциировалась с горой Божией, стала горой Великой. Пятый-девятый стихи. В Псалме упоминаются случаи, когда сошлись цари и прошли все мимо. Об этих царях выдвигается множество гипотез, вплоть до того, что это монархи северных по отношению к иудеи народов, которые во времена Синнахерима находились в вассальной зависимости от Осирии. Фарсийские корабли также упоминаются у пророка Исаии. В какой части Средиземного моря располагался остров или город под названием Фарсис, по-еврейски Таршиш, сказать трудно. Может быть, это где-то в Финикии. Не исключено, что это город какой-то греческой колонии. Или, может быть, созвучный Старшиш Карфаген. Пророк Иезекииль описывает драматическую картину. Как корабельщики, оплакивая разрушенный Тир, город Тир, находящийся на острове, сходят на землю, горько стинают, посыпают себе голову пеплом, остригают волосы догола и опоясываются вретящими. Аналогичную картину с плачущими корабельщиками описывает Иоанн Богослов, пророчески возвещая о падении великого города и великой блудницы – Вавилона. Итак, по данному псалму, ни странники с запада, ни с востока – Фарсис и Ассирия – не могут войти во святой город, потому что его охраняет Бог. 10-12 стихи. Угроза иностранной интервенции миновала. Освобожденные от опасности люди размышляют о благости или буквально о любви Божией, наблюдая за тем, как его имя и слава о нем распространяются за пределы городов и деревень вокруг Сиона. Слова «дочь Сиона» скорее всего говорят о зависимых от Иерусалима территориях, о тех малых деревнях, которые находились в ареале влияния самого Иерусалима как столицы. И не только территории соседних государств, но, как мы видим по 11-му тиху, в эскатологическом видении до кранцов земли, до краев земли. «Содержание проповеди о Боге, его правда, его суды – это взаимозаменяемые понятия, обозначающие деятельность Господа по исправлению положения вещей в мире. Природа этих деяний – восстановление в мире справедливости». Процитирую Исаию. «Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине». Правда и истина. Помните, как в сотом псалме «Милость и суд воспою тебе Господи». Такое размышление, или по-другому сравнение, по всей видимости, не раз становилось поводом для праздничных торжеств в Иерусалимском храме, за которыми воспевалась Божья любовь. Воспевание имени Его – это публичное провозглашение тех качеств, которые Бог явил человечеству в своем отношении к людям. Как сказано в книге «Исход» «Господь Бог – человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». 13-й, 15-й стихи. Сказанное ранее, мы слышали и увидели в 8-м стихе, подтверждая то, что истории о былой помощи Божией слышали, нашли свое подтверждение в настоящем, увидели. После избавления от врагов псалмопевец словно проводит экскурсию вокруг стен города. «Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его». 13-й стих. После снятия осады города было уместно делать обход города для проверки целостности стен. При этом не исключено, что праздничная процессия при этом напевала песни, подобные данному псалму. В частности, известно, что когда Неемия закончил восстановление стен Иерусалима, 5-й век Дрождества Христова, он поставил на стену два больших хора, которые должны были с праздничным шествием обойти город вокруг и встретиться на вершине. Эти два хора двигались так, что один с правой стороны обходил Иерусалим, другой с левой, а потом вместе они соединялись, пишет Неемия. Итак, все, что видят, спасенные Богом, было сохранено божественным промыслом. Увиденное ими теперь должно стать поводом для рассказов по следующим поколениям. Бог будет путеводителем для своих избранников вплоть до их смерти, ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Аминь. Конечно, для того, чтобы интерпретировать какие-то символы, нам сначала нужно разобраться с текстом, а потом с контекстом, то есть с историческими реалиями. Посмотрим на исход евреев из Египта. Перед ним идет столб облачный. Видимое присутствие Бога открывается над крышкой Завета. Там обитает слава, которая видимым образом является в виде этого столба облачного, сияние. Для древних израильтян Бог избирает особое место, где Он слышит молитвы и откуда отвечает. Для них небо мыслилась не как некая реальность пространственная, а как реальность метафизическая. Там, где Господь, там небо. А поскольку Господь спускается на землю, дает какой-то свой глаз, вышний, то поэтому с точки зрения восприятия, где можно Бога встретить, на земле, а именно в храме. А где храм? На Сионе. И следственно, нужно идти на Сион, потому что там престол Божий. То есть престол Божий как место особого присутствия. Для древних евреев отсутствовала идея счастливого пребывания после смерти где-то там в небесных, так сказать, Иерусалимах на облаках. Потому что смерть одна, и участь души – шеол. Но в лучшем случае праведник там не будет плакать. Но смерть – это тьма, это вечный сон, там нет радости, и вообще что там – непонятно. Поэтому представлений о каких-то вторых Иерусалимах, где душа после смерти будет иметь наслаждение, у древних евреев не было. Вплоть это где-то до периода пророка Даниила, а еще, я бы сказал, более вплоть до эскатологических чаний во II веке Дрождества Христова. Тогда, когда на стыке между греческой, мистической и философской литературой начинают появляться апокрифы. И вот в так называемых книгах Еноха в разных, там есть они в редакциях, первая, вторая, третья, есть и другие разные, там, гумранские рукописи, книги апокрифические, которые говорят об этих небесных дворцах, появляется следующая идея. Если Моисей создавал скинью по тому образцу, который Бог предлагал ему, то есть по той модели, которая на небесах, Бог на небесах ее как бы смоделировал, эту скинью, а потом по этому образцу Моисей ее воплотил на земле. Следовательно, значит, там, где эта скинья есть, она есть, и к ней возможен доступ к этой скинью, к этому городу великого царя. Доступ этот, возможно, через каких-то посредников, которые стоят возле трона, отсюда понятие метатрон, тот, который рядом или за троном, появляется идея особой роли ангелов. Это не просто вестики, это путеводители. А потом и в христианской письменности мы видим некое зеркало этих иудейских апокрифов в виде пастыря Ерма, потом новое преломление получает это в виде мытарстом, видение блаженного Андрея Константинопольского, Христа ради Иродиева, мы там с блаженством Феодора и так далее, что там есть разные обители на небесах, разная участь праведников, и там с каким-то спутником, проводником можно путешествовать. Вот. Итак, на границе Нового Завета, когда уже были дописаны все книги Ветхого Завета, начинает сначала развиваться сказочное представление, фольклорное, о том, какие эти дворцы. Но вот что интересно, апостол Иоанн Богослов, который знает об этой иудейской мистике, он пишет откровения на языке этой мистики, но вот не зная эту литературу, она порой непонятна загадка апокалипсиса. Мы там все ищем какие-то шестерки, еще что-нибудь такое, обращая внимание на совершенно вторичные детали, а не обращая внимание на главное, что на самом деле Иоанн не столько для нового поколения христиан пытается открыть нечто на небесах, сколько пишет для евреев, чтобы спустить их на землю. Он, наоборот, отсекает фантастические представления о разных потусторонних мирах, которые доходили до, не знаю, там, Гарри Поттера дыхает, что там понапридумывали. А он пишет на языке этих межзаветных апокрифов о самых главных принципах библейской жизни, можно так сказать. Вот тот Вавилон, о котором мы упомянули, по сути дела, под Вавилоном понимается город, реальный город, не сказочный, а реальный. Кто-то говорит, что это может быть в Персии Вавилон. Есть толкователи, которые говорят, что это Рим, который у Петра называется Вавилоном. Но все же большинство современных исследователей исходится к тому, что этот Вавилон по апокалипсису и есть сам Иерусалим, который, изменяя Богу в верности, превратился в блудницу. Для нас сейчас категория блуда это категория этическая. Ну, когда, не знаю, страстное влечение одной из половин приходит к инцесту с другой половиной. В ветхозаветном мышлении блуд, прежде всего, это не измена в семье, а это измена верности в самом общем смысле. В первую очередь, прелюбодеями по Ветхому Завету называются те люди, которые поверили в Бога или родились в вере, и потом этой вере изменили. То есть, изменили любви Божией. Бог любит израильтян, а они, отворачиваясь от его любви и ходя вслед других богов, тем самым, изменяя любви, становятся прелюбодеями Богу. Богу прелюбодеями. И вот Иоанн Богослов, спуская нас на землю, говорит о, с одной стороны, вполне возможно, Нероне, об этом каком-то злостном царе, который там бесчинствует. Ну, это уже с рефреном на те страшные казни. которые Нерон свершал в своих садах, распиная христиан и зажигая их как факелы. Об этом все знает Иоанн не понаслышке, потому что он на острове Патмос был в заключении. И не просто так, а за веру. Поэтому ему реальность этого бесчинства безбожного царя очень хорошо была знакома. Итак, Иоанн в красках описывает нам падение Иерусалима. Туда возникает вопрос, если Иерусалима нет, то что это означает? Нет места поклонения на земле Богу, нет возможности с Богом встретиться лицом к лицу, и тогда нам нужно также принять это во внимание. Евангелие от Иоанна было написано после откровения. Оно не до, оно в каноне стоит до, а по времени написания оно стоит после. Евангелие от Иоанна это уже мысли обращено к греческой среде, то есть к среде евреев и к среде тех боящихся Бога, по преимуществу богачего Бога, которые, ну, мало знают сами писания, им важна в целом такая философская этика. И вот, что он там пишет в своем Евангелии. Посмотрите на беседу с Самарянкой. Настанет время и настало уже, когда на всяком месте будут Богу поклоняться. Почему это время уже настало? Потому что, когда Иоанн пишет, храма уже нет. И русским храмом уже все разрушен. И вот, что важно, если мы посмотрим на Евангелие от Луки, как и Иоанна, Евангелие от Иоанна, то мы видим, что там в отношении Христа появляется очень важный термин. Термин вознесение. Буду вознесен от земли и всех привлеку к себе. И возникает мысль, что если Христос возносится и всех привлекает к себе, значит, где-то там на небесах он пребывает. Значит, там есть какая-то иная реальность. И если мы посмотрим через призму послания к евреям, то мы видим некую параболу, как Моисей в свое время видел нечто на небесах в виде прообраза скинии и потом построен на земле храм. Так и Христос, возносясь, восходит в небесный Иерусалим и там пред Богом совершает свою жертву. И в этом случае по посланию к евреям эта жертва она как бы двойная. Телесно Христос распинается в Иерусалиме, в городе великого царя, так сказать, свое тело полагая на алтарь Божий как агнец. Но поскольку Бог не вмещается рукотворенным храмом, то одновременно Христос как бы на алтарь Божий небесный предлагает свою жизнь. Твоя от твоих тебе предаю дух мой, тебе отдаю жизнь мою. Исходя от отца возвращается к отцу. Итак, посланники евреям рисуют перспективу уже христианского, что снова Христос возвращается в этот город небесный. Значит, он существует. Значит, это реальность, это не просто схема, не просто модель, а это бытие. И отсюда концепция Нового Иерусалима уже в контексте Нового Завета получает свою бытийность. Это обители Отца Небесного, где не просто нет печали и воздыхания, а где есть блаженство, где радость радующихся и весель веселящихся со Христом. Поскольку врата Адова разрушены, Ада преисподней нет, значит, появляется феномен нового бытия, где не в Шиоле, а уже на небесах. А где же это бытие может быть? В городе. Этот город называется Небесный Иерусалим. Вот такая траектория. Она не дается с одного слова. Это действительно движение мысли. Мы входим в понимание того, что такое Иерусалим, только когда мы очень хорошо знаем тексты Священного Писания. Иерусалим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok